Библия «Ночь» будет открыта для всех желающих. У вас там слово «придорки»? Я вижу, просто есть. Это было очень тяжелое чтиво. А вы знали, что ваша любимая книга детства, скорее всего, очень сильно повлияла на всю вашу дальнейшую жизнь? Да, об этом говорят психологи. Поэтому совет – сходите в библиотеку, обновите воспоминания свои об этой своей любимой истории. Вообще, библиотека – это уже давно не просто место, где только выдают и забирают книги. Здесь происходят удивительные события. Мы сегодня в Петербурге, в библиотеке Гоголя. Давайте узнаем, что здесь грядет во время Библионочи. Этот год объявлен Годом культурного наследия народов России. И общая тема – Библионочи традиции. Программа «Библионочь» этнографического путешествия делится на две зоны. Одна, которая происходит в библиотеке, в художественном, литературном, в отраслевом зале. И вторая – это в сквере перед библиотекой. Это большая, масштабная такая ярмарка народных гуляний. Будет задействована большая зона перед библиотекой, целый сквер. Мы планируем где-то 200-300 человек. Библионочь будет открыта для всех желающих, поэтому даже те, кто не зарегистрировался, все равно смогут посетить все мероприятия. Мы сейчас находимся с вами в арт-холле. Это наша жемчужина нашей библиотеки. В рамках этнографического путешествия у нас будут здесь предоставлены материалы этнографического музея. Это уникальные фото и видеоматериалы, которые сможет посмотреть каждый, кто будет в библиотеке. У нас в библиотеке есть импровизированная дизайнерская, на стене нарисованная голова Николая Васильевича Гоголя, которая создана из его цитат. И в таком же стиле мы спроектировали голову Петра Первого. У вас там слово «придурки»? Оно, это слово из его указа, то есть перед лицом начальствующим подчиненный должен иметь вид лихой и придурковатый. Это цитата самого Петра Великого. Я помню только в пятом классе книгу, которая мне с болью далась. Это книга «Маугли», которую нам задали на летнее чтение в школе. Я помню, что это было очень тяжелое чтиво, но после мультика мне все стало понятно. Если говорить о моей любимой книге Николая Васильевича, то это «Вечера на хуторе близ Диканьки». Я люблю такое немножко мистическое. А мой любимый персонаж – это Солоха, которая такая… Роковая женщина. Роковая такая ведьмочка, которая меня привлекает. Как-то так. «Жажда жизни» Ирвина Тастоуна. О, да, классно. Меня вообще настолько сильно это впечатлило, что я теперь рекомендую ее всем прочитать. Она такая основополагающая с точки зрения понимания себя, своего пути, как добиться своих целей. И мне кажется, просто нужно найти человека, то будет это родитель, будет это педагог. Потому что плохой литературы не бывает. Я бы выделила самые главные тенденции, которые наметили за последние десятилетия. Во-первых, совершенно новый взгляд на пространство библиотеки, на организацию залов. Мы видим, как дизайнерские решения находят свой отклик в классическом таком библиотечном пространстве. А с другой стороны, изменения коснулись кадровой политики. И сегодня персонал библиотек очень многих обновился. Это культурологи, философы, психологи. Даже дизайнеры и многие другие профессии сегодня применимы для работы в библиотеке. Пространство библиотеки работает так, что посетитель, тем не менее, может стать читателем библиотеки. В общем, друзья, обязательно приходите в библиотеки. И лучше, почаще. Не только на Библионочи, но и в целом. Ну, очень же уютное место.